Три таких принципа, которыми я пользуюсь. Во-первых, свободное время, если оно есть, максимально использовать для чтения. В транспорте, везде, то есть где только есть возможность. Сейчас, слава Богу, есть разные инструменты, телефоны, читалки, даже фонарики на книгу можно цеплять, чтобы читать вечером в поезде, в самолете, везде. Но это самодисциплина. Если я, например, задаюсь целью каждый день читать 20-25 страниц, и тогда в течение недели, месяца это уже прогресс. Потому что там 10 дней — это уже средняя книга, 250 страниц, которые прочитаны, освоены. Второй для меня важный принцип — это знать, что ты хочешь прочитать, то есть чем ты интересуешься. И тогда ты не просто читаешь книгу от корки до корки, а ты читаешь ее через те вопросы, которые у тебя есть, и концентрируешься только на самом главном, и тогда это быстро усваиваешь. Ну и третье, для меня третье правило, третий момент — я лично читаю не просто книги, я читаю автора. То есть если я чувствую, например, с Клавием Льюисом, что у меня есть синхронизация во многом в богословии, в ценностях, я читаю все, что написал, потому что я читаю его как личность, его как мировоззрение, его как ценности. И это тоже помогает, потому что ты лучше понимаешь автора, и потом лучше понимаешь те произведения, какие он акценты расставлял. И то, что кажется, на первый взгляд, мы понимали по одному, понимая лучше автора, оказывается, что там были другие акценты. Или, может быть, не то, что мы предполагали, когда начинали его считать. То есть вот таких три небольших правила.